Медицинская марихуана и ее воздействие на здоровье человека. Поистине удивительно количество заболеваний, при которых марихуана способна помочь. Перед нами чудесное растение. Ни с чем не сравнимое травяное лекарство. Похоже, конопля является одним из первых объектов земледелия. Мы перестали быть охотниками и собирателями около 10 тысяч лет назад. Таким образом, марихуана культивируется человеком, как минимум, такое количество времени. Марихуана с издавна известна в качестве медицинского растения, лекарственного средства. Из последних открытий гробницы в Китае, где обнаружен знахарь и его санитарная сумка, в которой, среди прочего, марихуана. Углеродный анализ показывает, что гробнице почти пять тысяч лет. Согласно устной истории Китая, император Шэнь Нун создал первый китайский трактат о лекарственных веществах. И в нем упоминается марихуана. Предполагается, что он написал его в 2637 году до нашей эры, что практически пять тысяч лет тому назад. Самая древняя из известных копий этого труда датируется между сотым годом до нашей эры и сотым годом нашей эры. Самым древним письменным подтверждением использования марихуаны в качестве лекарственного средства являются индийские трактаты, так как в Индии конопля является аюрведическим лекарством. Они датируются в районе 1100-1700 годов до нашей эры. Марихуана упоминается в каждом значимом трактате о лекарственных веществах из когда бы то ни было написанных, включая египетский папирус Эберса, включая работы Диаскорида, врача Нерона, которыми пользовались в течение тысяч лет. А также она входила в фармакопею США в период с 1854 по 1941 год. Марихуана являлась лекарством намного дольше, нежели чем она им не является. Свидетельства говорят в пользу того, что в северном Китае она использовалась шаманами в религиозных или лечебных целях. И культура лечебной марихуаны ступала по миру. Широкое применение она нашла в Индии, именно из Индии. Уильям О. Шонесси, работавший там на британскую ост-индийскую компанию, собрал и привез марихуану в Соединенное Королевство, где та стала, по-видимому, любимым средством королевы от менструальных болей. В конце концов, в США она пришла в начале 20 века, и большинство основных фармацевтических компаний занимались производством лекарств из марихуаны. До начала 20 века конопля была, судя по всему, на втором или третьем месте среди используемых лекарств в мире. Коноплю можно найти в медицинских патентах, которые выпускались такими известными компаниями, как Илли Лайли, Сквиб, Мерк, Парк Дэвис, Смит Брадерс, которые делали капли от кашля. И она продавалась в виде порошка, помола, настойки или целиком. В 1937 году Конгресс принял закон о налоге на марихуану. Он вводил налог размером в 1 доллар на унцию 28,35 грамм медицинской конопли, что послужило началом прекращения использования марихуаны как лекарства в США. А в 1942 году она была окончательно исключена из фармакопеи из США, или по крайней мере из формуляра. Но вплоть до 1942 года врачи все еще могли выписывать на нее рецепт. Таким образом, марихуана не является лекарством в этой стране на протяжении 68 лет, но в мире она была им в течение трех тысяч лет. Существовало заблуждение, будто употребление марихуаны ведет к разврату и физическому насилию. И в силу этого, мне кажется, исследователи были более консервативными, нежели мы в наше время, и теперь в это трудно поверить. К ней относились так же, как и к алкоголю во времена сухого закона. Так ее запретили все виды использования. До того она использовалась в качестве лекарства и для отдыха. Все, кто ее использовал, оказались вне закона. Марихуана получила статус вещества из списка номер один, что означает вещество без каких бы то ни было известных доказуемых лечебных свойств, в отличие от кокаина, употребление которого для отдыха также было объявлено вне закона, но за которым медицинские свойства признаются. Он применялся в качестве местного анестетика. Для этих целей он используется и в наши дни. Это список номер два. Список — это классификация лекарств, данная в законе о контролируемых веществах. Список номер один — вещества, использование которых в медицинских целях признается незаконным, включая в себе героин, ЛСД и марихуану. Список номер два — вещества, потенциально опасные, вызывающие зависимость, но в то же время легальные медицинские цели, включая в себе опиум, морфин и кокаин. Как только в 1937 году был принят закон о логе на марихуану, Фиорелла Лагурдия, в то время мэр города Нью-Йорка, организовал комиссию, состоящую из уважаемых ученых, для расследования, правдиво ли утверждение, что марихуана способствует росту преступности и психических заболеваний в США. И доклад комиссии Лагурдии увидел свет в 1942 году, и в нем делался вывод, что марихуана — полезное лекарство, а обвинение, что она повлияет на рост преступности и психических заболеваний, безосновательны. Запрет нельзя приводить в силу по простой причине. Большинство американцев не желают его применения и применению его противятся. А посему надлежит при нашей форме правления упразднить закон, который притворить в жизнь нельзя. закон исполнять, который граждане страны не желают. Это мнение не изменилось и в 1972 году, когда свой доклад составила комиссия по марихуане при Никсоне, он шел вразрез с наставлением президента Никсона не рекомендовать легализацию марихуаны в целях отдыха. Есть комиссия, которая предположительно даст мне рекомендации по данному вопросу. Рекомендации первого доклада комиссии заключаются в том, что нам не кажется, что личное использование или личное владение в частном доме должно носить клеймо правонарушения. Люди, которые развлекаются, не должны оказываться вне закона за подобное индивидуальное поведение. Каждые шесть лет или около того наше правительство субсидирует очередное исследование марихуаны в качестве лекарства. Последнее на сей момент проводилось в 1999 институтом медицины. Каждые десять лет эти уважаемые организации приходят к одному и тому же заключению, что марихуана обладает медицинской ценностью. Ее вредность, фактор привыкания к ней и то, что она ведет к употреблению других наркотиков, преувеличены. И каждые десять лет эти доклады, не знаю, насколько их игнорируют, но к смене политики они, похоже, не ведут. В 1974 году слепнущий мужчина, больной глоукомой по имени Роберт Рандл, был арестован за хранение марихуаны. Он обнаружил, что марихуана уменьшает симптомы его заболевания. И позже Джоном Хопкинсом и отделением офтальмологии Жюля Штайна было установлено, что она — единственное средство, способное сохранить ему зрение. И федеральное правительство тогда согласилось предоставить мистеру Рандллу марихуану в медицинских целях. Они договорились, или правительство решило, что они договорились, что он никому об этом не будет рассказывать. Что ж, как только это свершилось, он сразу рассказал всем, кому только мог. И люди стали обращаться с просьбами вступить в программу, которая называется «Программа клинических испытаний лекарственных препаратов». В свое время, по крайней мере, 15 американцев получали от федерального правительства по 300 самокруток с марихуаной ежемесячно. Было еще 35 человек, одобренных к участию в программе. В 1989 году администрация первого Буша решила, что им это следует пересмотреть. Их беспокоило количество людей, желающих вступить в программу. И если бы многие вступили, то общество могло бы сложиться неверное представление, что марихуана на самом деле обладает некоторой медицинской цельностью, которой она, конечно, обладает. Незадолго до того, в 1988 году, Верховный административный судья управления по контролю за продуктами и лекарствами издал постановление, которое рекомендовало перевести марихуану из списка 1 в список 2. В этом постановлении говорилось о том, что марихуана является одним из самых безопасных терапевтических средств, известных человеку. И утверждалось, что 10 картошин — и то вреднее. Посему с тех пор я внимательно слежу, сколько ем картофеля. В 19 веке марихуана широко применялась в качестве лекарства от астмы. А в 1970-х мы обнаружили, что она обладает бронхолитическим свойством. Причина тому — ТГК в марихуане. Активный ингредиент — Дельта-9 тетрагидроканнабинол — ТГК. Для начала давайте сравним и противопоставим марихуану с другим, ещё более широко куримым веществом в нашем обществе — с табаком. Табак — самое распространённое курительное вещество. Марихуана занимает только второе место. Люси. Да, дорогой. Дай-ка мне сигареты, голубушка. Не говори сигарету, говори Филип Моррис. О, а что, есть другие? Не для тебя. Других нет. Только лучшее для господина Рикардо. Благодарю, Люси. Ты так добра ко мне. Видите, как несложно сделать вашему мужчину счастливым? Стоит дать вашему мужу пачку сигарет Филип Моррис. Умный шаг. Он будет их любить за мягкий, нетерпкий, великолепный вкус. А вас — за работу. Всё так, доброй ночи. И не забывайте, спрашивайте Филип Моррис. Спрашивайте Филип Моррис. Известно, что если провести сравнительный анализ табака и марихуаны, то они весьма сходны. И основные различия — это никотин, который есть в табаке, но отсутствует в марихуане, и ТГК, и ещё около 60 схожих с ним веществ, называемых каннабиноидами, которые есть в марихуане, но отсутствуют в табаке. Но существует и много схожего, в том числе канцерогены, такие как бенспирен — самый сильный из канцерогенов, который считается ответственным за значительную часть рака у человека. В дыме марихуаны концентрация бенспиренов в полтора раза больше, нежели чем в таком же количестве дыма табака. Это было доказано тремя независимыми группами исследователей, так что, предположительно, постоянно выкуривая достаточное количество марихуаны, вы подвергаетесь такому же риску, как если бы вы курили табак. Так что же является основным риском, связанным с курением табака? Эмфизема, которую я предпочитаю называть Хоббл — это новый термин — хроническая обструктивная болезнь лёгких. Хоббл включает в себя хроническую эмфизему. У вас может наблюдаться значительное ухудшение функций лёгких и без эмфиземы. Это может быть всего лишь заболевание, непроходимость дыхательных путей. Вследствие того, что мы не можем разделить два компонента — Хоббл, эмфизему и непроходимость дыхательных путей, мы их объединяем. По этой причине Хоббл — четвёртая в списке основных причин смерти в США и мире, и станет третьим к 2020 году. Это очень серьёзное заболевание. Около 120 тысяч американцев умирают от Хоббл ежегодно. Пожалуй, лучший способ или лучший метод в определении того, болен ли пациент Хоббл или чем-то ещё — это проверка уровня ухудшения функций лёгких. Мне не следует говорить «лучшее», скорее, это самый информативный способ. Но сделать это представляется трудным, так как замеры необходимо проводить ежегодно на протяжении нескольких лет. Кривая уровня падения функций лёгких за определённое время. Мы на самом деле проделали это. Мы до 8 лет ежегодно замеряли лёгочные функции у курильщиков марихуаны, и мы обнаружили, что кривая снижения функций лёгких практически идентична у курящих только марихуана в сравнении с теми, кто её не курит, в то время как у курильщиков табака она была круче. Это всего лишь очередное свидетельство в пользу того, что марихуана не является фактором риска в развитии Хоббл. И другое важное последствие табакокурения, влияющее на здоровье, здоровье лёгких — это рак лёгких. Рак стоит на втором месте среди причин смерти в США, а рак лёгких — самая распространённая форма рака. Основная причина рака лёгких — это табакокурение. От рака лёгких ежегодно погибает 160 тысяч американцев. Я и мои коллеги задавались вопросом, существуют ли доказательства того, что марихуана в коей-то мере разделяет те риски, что присущи табаку. Этого казалось достаточно для начала наших исследований в 80-х. Результаты более чем 30-ти летних исследований, финансированных государством. Каковы же доказательства в пользу того, что курение марихуаны, привычка её курить, могут привести к раку лёгких? Что касается развития рака лёгких, нами не было обнаружено никаких доказательств повышенного риска развития рака лёгких при курении исключительно марихуаны. Люди, курящие марихуану, уж если на то пошло, подвергаются меньшему риску развития рака лёгких. Это не большое снижение риска, но снижение. Менее чем однократное. Это означает пониженное. Тогда как курильщики табака подвергаются риску заметно повышенному. Выкуривающие более двух пачек в день подвергаются двадцатикратному риску. Это две тысячи процентов. Те, кто выкуривает от одной до двух, восьмикратному. 800 процентов. Это контрастирует с отсутствием риска, не повышенным риском. Если уж на то пошло, немного пониженным риском, которому подвержены курящие марихуаны. ТГК в действительности обладает антиопухолевыми свойствами. Проводились исследования как на животных, так и путём культивирования клеточных систем и для разных видов рака. Рака лёгких, груди, щитовидной железы, простаты, глиомы. И развитие, лучше сказать рост опухоли под воздействием ТГК сдерживается. То же происходит и с метастазами. Как это становится возможным? ТГК снижает синтез протеина, и это как раз то, что мы называем антиметогенетическими, антипро-лиферативными свойствами, означающими, что опухолевые клетки в присутствии ТГК размножаются неохотно. Также ТГК обладает антигиогенным свойством, то есть он мешает росту и развитию новых кровеносных сосудов, необходимых для распространения метастазы. И ещё ТГК обладает проапоптозными свойствами. Апоптоз — это программируемая клеточная смерть. То есть существует механизм, при помощи которого стареющие клетки умирают. Такая смерть протекает без некрозы. Мы просто избавляемся от них до того, как у них появится возможность развить мутации, которые приведут к раку. Усиливая проапоптозные свойства, мы снижаем риск того, что клетки станут раковыми. Таким образом, марихуана или ТГК — проаптизны. Это, судя по всему, и есть механизм, отвечающий за антиопухолевые свойства ТГК. Противоопухолевый — это противодействующее образованию или предотвращающее образование злокачественных опухолей. Антираковый. Мы решили провести собственное исследование, случай, контроль. Нас финансировал Национальный институт по злоупотреблению лекарственными средствами — основной источник финансирования исследований марихуаны. Это крупнейшее из исследований, когда-либо проводимых по этому вопросу. Все было спланировано как нельзя лучше. Мы пользовались раковым регистром Лос-Анджелеса для быстрого выявления и определения всех случаев рака легких, мозга и шеи, диагностированных в системе этого округа. Конечно, к тому времени, как мы могли связаться с больными, некоторые из них уже скончались, другие были слишком в плохом состоянии. Более 60% согласились или были в состоянии принять участие. И мы в работе с этими людьми использовали опросные анкеты. Затем мы разбили их по контрольным группам. Одинаковый возраст, социально-экономический статус, живущий по соседству. Мы использовали алгоритм, разработанный для этих целей Южно-Калифорнийским университетом, благодаря которому мы могли сопоставить подобное с подобным. Мы обработали эти подобные опросные анкеты, где больные работали и прочее. Мы также использовали мазок со скобы щеки для исследования ДНК при изучении генетики рака легких. Далее нам предстояло набрать курильщиков, заядлых курильщиков марихуаны, употребляющих как минимум один косяк в день на протяжении всей недели. В итоге в среднем набранные нами люди курили по 3 косяка в год на протяжении 15 лет. И нашим требованием было, чтобы они курили такое количество в течение 5 лет. Но получилось, что в среднем они курили по 3 косяка на протяжении 15 лет. Выходит около 45-50 косяка лет. Косяка года — это среднее количество выкуримых косяков, умножаемое на количество лет курения. По возрасту курильщики были от 35 до 59 лет. Самые молодые были 35-летними. Потому как мы решили, что они должны были быть подростками в возрасте около 20 лет во времена начала марихуановой эпидемии, которая, как вы знаете, пришлась на середину 60-х. До того времени марихуану курили немногие. А после это явление разрасталось, как грибы, вплоть до 79-го — пикового года употребления марихуаны в обществе. Вот почему мы выбрали такие возрастные лимиты. И что мы обнаружили? Для любой категории употребления марихуаны, включая заядлых курильщиков, более 10 косяка лет — ну, мы исследовали 20 косяка лет и 30 косяка лет — соотношение было равно менее единице, что означает пониженный риск. Степень понижения риска незначительна, но это пониженный риск. Никаких доказательств нами обнаружено не было. И мы принимали в расчет все прочие значимые социально-экономические факторы — курение табака, прием алкоголя и прочее. В то время идентичные исследования курильщиков табака показали, что воздействие табака огромно. Вот так дела, надо что-то сделать, Фред. Хорошо, а как насчет вздремнуть? Эй, у меня есть идея получше. Давай устроим Винстон-перерывчик. Вот именно. Винстон — единственные сигареты с фильтром, что дарят вкус 20 раз в пачке. Винстон — такой классный сорт. О да, Фред. Смесь Винстон дает ощутимую разницу во вкусе, и он такой только у Винстон. Как раз где он так нужен — вот здесь, перед ярко-белым фильтром. Роскошный, специально отобранный и обработанный табак из пачки Винстон для замечательного вкуса и курения сигарет с фильтром. Да, барни, у Винстона отличный вкус. Какой... и должен быть, и сигареты. Что ж, я онколог, и каждый день я вижу пациентов с раком, у которых тошнота, вызванная химиотерапией или раком, потеря аппетита, боли, депрессия, бессонница. И по моему 30-летнему онкологическому опыту существует одно лекарственное средство, которое я могу рекомендовать больным, и которое может позаботиться о всех этих проблемах вместо выписывания рецептов на пять разных лекарств, обладающих побочными эффектами, вызывающими привыкание. Я могу моим раковым пациентам посоветовать попробовать марихуану, чтобы разобраться с любой комбинацией данных симптомов. Первое исследование, которое я хотел провести, касалось больных с так называемым синдромом истощения при ВИЧ-инфекции, с которым мы сталкивались до появления антиретровирусных препаратов, и больные ВИЧ-инфекции просто таяли. Они теряли вес, у них была диарея, их лихорадило. Появившийся дробинол, дельта-9 тетрагидроканабинол, помог таким пациентам вернуть аппетит. Когда в ранних девяностых мы прописывали пациентам дробинол, они говорили, это конечно отлично, но мне по душе курить. Это потому, что когда вы принимаете коноплю перорально, в виде дельта-9 тетрагидроканабинола, или в виде продукта, например печенья, то усвоение происходит очень медленно и по-разному. До достижения пикового уровня в крови, довольно низкого уровня, проходит около двух с половиной часов, он остается в крови на данном уровне довольно долго. Также ТГК при приеме через рот в печени превращается в другой психоактивный метаболит. Поэтому люди, принимающие дробинол или кушающие продуктовые изделия из марихуаны, часто, в отличие от курящих, чувствуют усталость, так как при курении этого второго метаболита нет. При курении пиковый уровень в крови достигается быстро, в течение двух с половиной минут вместо двух с половиной часов. Появляется реальная возможность контролировать время начала действия и продолжительность, что в меньшей степени возможно при приеме таблеток или продуктовых изделий из конопли. Итак, целью нашего первого исследования в начале 90-х было показать, что для улучшения аппетита у пациентов, страдающих синдромом истощения при ВИЧ-инфекции, курение марихуаны лучше приема дронобинола. Дважды я пытался получить марихуану от правительства, так как они единственный легальный источник конопли для клинических испытаний, и оба раза тщетно. И тогда я обратился к Аллену Лешнеру, который в то время возглавлял Национальный институт по злоупотреблению лекарственными средствами, и он мне объяснил, что на деле институт конгрессом уполномочен вести исследования веществ лишь на предмет их вредности. Таким образом, мои запросы на получение марихуаны для изучения ее как потенциального лекарственного средства никогда не получат положительного ответа от государства, так как Конгресс говорит, повторюсь, что подобные вещества допустим изучать только как вредные, но не как лекарства от недугов. Но ситуация изменилась в 1996 году, когда появились работоспособные ВИЧ-инфекционные лекарства, и синдром истощения ушел в историю. Но расщепление этих веществ в печени проходит по тому же пути, что и метаболизм некоторых нелегальных веществ. Есть сведения о смерти человека от передозировки экстази. Он принял одновременно экстази и одно из анти-ВИЧ лекарств. И тогда я сказал, ха-ха, вот и свет в конце тоннеля. Может мне стоит исследовать, опасно ли пациентам, принимающим анти-ВИЧ лекарства, курить марихуану? Я подал заявку в правительственные органы, и это сработало в рамках их системы, так как я собирался искать вред. Я наконец по этой заявке получил миллион долларов и 1400 государственных сигарет с марихуаной для изучения на пациентах больных ВИЧ. Теперь у пациентов не было синдрома истощения при ВИЧ-инфекции, но цель наших исследований было установить, меняется ли уровень концентрации ВИЧ в крови после 21-дневного употребления ежедневно трех правительственных сигарет, трех капсул дронобинола или трех капсул с плацебо. Мы наблюдали за изменениями в вирусе ВИЧ, и он не изменился. Также мы наблюдали за взаимосвязью каннабиноидов, выкуримых или употребленных орально, и количеством лекарства от ВИЧ в крови. Это также осталось без значительных клинических изменений. Мы знали, что некоторые обеспокоены возможным негативным воздействием марихуаны на иммунную систему, и пристально наблюдали за этим в данных инфицированных ВИЧ больных, и никаких негативных воздействий не обнаружили. И пожалуй, для некоторых пациентов, что курили, а не принимали таблетки, воздействие на иммунную систему было положительным. Моё мнение, что всё растение целиком — это лекарство, которое дарит нам сама природа. Это лучшие из лекарств. Поистине удивительно, количество заболеваний, для лечения которых марихуана может быть полезно. Во-первых, это боли. Марихуана снимает боль. В особенности она эффективна, когда дело касается соединительных тканей. Артрит, фибромиалгия, системная красная волчанка, рефлекторная симпатическая дистрофия — целая орда заболеваний, которые мы не до конца понимаем, и марихуана приносит людям облегчение. Они могут снизить дозировку принимаемых опиатов, а в некоторых случаях и вообще отказаться от опиатов. Первое из современных исследований марихуаны было проведено в 1949, и оно показало, что конопля полезна при лечении эпилепсии. У меня есть определенное количество людей, которые при регулярном употреблении конопли более не подвержены приступам эпилепсии. Основоположником современной медицины является сэр Уильям Ослер, известный врач конца 19-го, начала 20-х веков. Он написал первое руководство по внутренней медицине, в котором отметил, что марихуана является наэффективнейшим средством при лечении мигрений. И, безусловно, некоторое количество моих пациентов посредством марихуаны избавляются от имеющихся головных болей и даже предотвращают появление новых. Другие заболевания, в которых обычно марихуана может быть действенным помощником, это депрессия, потеря сна, аппетита. Также марихуана является отличным средством для лечения желудочно-кишечных симптомов, тошноты, диареи, а также прекрасно показало себя в лечении болезни Крона. Мы провели небольшое исследование касательно болезни Крона и обнаружили, что больные смогли отказаться от стероидов и других лекарств, которые они принимали от этого недуга. У них уменьшились диареи и брюшные боли. Для больных это было настоящим чудом. Есть список заболеваний, составленный доктором Тоддом Микурия. Он был пионером в том, что касается медицинской марихуаны. Он трудился в Национальном институте психического здоровья, и его работа заключалась в раздаче грантов на проведение исследований над марихуаной. Он полагал, что работает в институте, чтобы способствовать поиску лечебных свойств марихуаны. Институт думал, что Тодд раздает гранты, чтобы показать, насколько она вредна. Это был брак, заключенный в аду. И, само собой разумеется, Тодд надолго в институте не задержался. Марихуана рассматривается в качестве защитного средства нервов, и мы обнаружили, что она способна прийти на помощь людям, страдающим от рассеянного склероза, снимая невропатические боли и мышечные спазмы. Еще важнее, что у людей, принимающих Сативекс, со времен ранних стадий исследований в Англии, рассеянный склероз перестает прогрессировать, оставаясь в том же виде. Это наталкивает на мысль, что марихуана не только эффективна в уменьшении симптомов, но также она затормаживает процесс развития заболевания. Марихуана полезна для снятия тревоги у страдающих болезнью Альцгеймера. Она помогает при мышечных спазмах, вызванных болезнью Паркинсона. Что касается заболеваний психического характера, то марихуана подходит для лечения не только депрессии, но и биполярного аффективного расстройства, маниакально-депрессивный психоз. Она помогает в лечении синдрома дефицита внимания, посттравматического стресса. На эту тему несколько лет назад было проведено исследование немецким институтом Макса Планка, показавшее, что она может применяться для облегчения вселяющих страх воспоминаний, что объясняет, почему марихуана может быть полезна при лечении посттравматического синдрома. Это крайне важно во времена, когда так много людей отправляется в военные командировки в Ирак и Афганистан. Пентагон говорит о том, что третья, я думаю, что это заниженная оценка, вернется с симптомами посттравматического синдрома. И, кстати, что касается посттравматического синдрома, израильское и хорватское правительства выдают своим солдатам марихуану для его лечения. И список можно продолжать. Многим заболеваниям способствует боль, серьезным заболеваниям. Анкилозирующий спондилоартрит, который может вас вывернуть, превратив в калеку. Люди, прошедшие безуспешные операции на спине. Люди с грыжей межпозвоночного диска, с застарелым вывихом плеча. Все эти люди от марихуаны получают облегчение. И они замечают, что побочных симптомов от нее меньше, чем от опиатов. Еще одна вещь, интуитивно непонятная в начале — это лечение астмы. Возможно, вы видели рекламу Эдвейр, в которой утверждается, что этот препарат одновременно бронхолитическое и противовоспалительное средство. Что ж, таким же является и марихуана. Вот почему в 1920-х годах на рынке было такое количество марихуановых сигарет, предназначенных для лечения астмы. Вот почему я говорил, что список заболеваний, для лечения которых пригодны марихуана, воистину длинный. Это беглый обзор некоторых заболеваний, в лечении которых помогает марихуана. Большинство людей предпочитает курить марихуану вечером. Некоторые употребляют чаще, но причина в том, что эти болезни мешают сну. А также есть люди, просто страдающие бессонницей. Марихуана хорошо помогает уснуть. Если к тому же сон не крепкий, то в дополнение к приему марихуаны посредством курения, вапорайзером или подъязычно, стоит также прибегнуть к съедобной или питьевой форме конопли. Так как действие в таком случае начинается через 45 минут и длится от 5 до 6 часов. Существует несколько различных способов употребления марихуаны, доставки ее в организм. Если марихуану курить или принять через вапорайзер, то химические элементы попадают в тело, минуя печень. Таким образом, мы получаем неусвоенные каннабиноиды, которые отправляются прямиком в мозг. Это не означает, что каннабиноиды, попав в печень, перестают действовать. Это означает, что их воздействие происходит по-другому. 85% каннабиноидов усваивается при попадании в печень. Другое дело, что, отправляясь прямиком в мозг в случае употребления респираторным путем, эффект от каннабиноидов наступает через 15-30 секунд, в то время как при поедании или питье эффект наступает где-то через 45 минут. Таким образом, каждый из способов употребления дает немного отличающийся набором химических элементов, так как, например, во время курения каннабиноиды и другие химические элементы окисляются. И каннабиноиды, что оказываются непосредственно в огне, они сгорают. Так что курение марихуаны и применение для этих целей вапорайзера — разные вещи. В случае применения вапорайзера, все летучие масла превращаются в пар, нагревшись до температуры 340 градусов. И вы получите на 70% меньше вредных веществ по сравнению с курением. Также будет немного другим и вкус, больше отдающий орехам. Когда вы марихуану кушаете, то усваивается 85% каннабиноидов. Люди, которые марихуану кушают, говорят о превалировании телесных ощущений над ментальными. Это происходит по причине другой комбинации каннабиноидов. Другие люди выбирают подъязычный спрей, такой как Сативекс. Сативекс — это экстракт из марихуаны на алкогольной основе, сочетающий в себе два сорта каннапли. Один с высоким содержанием ТГК — лечебные свойства, и другой с высоким содержанием каннабидола, который снижает эйфорию. Эффект от подъязычного спрея наступает в течение примерно 15 минут. Он сразу поступает в головной мозг, только после чего в печень. С другой стороны, многие жители Канады, где Сативекс — легальное лекарство, по-прежнему предпочитают ему натуральную марихуану. В Канаде можно получить Сативекс по рецепту от доктора, и похоже, что английское и испанское правительства в скором времени одобрят его использование в качестве лекарства. Американское управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов нашло Сативекс. Грубо говоря, жидкую марихуану достаточно безвредным, чтобы одобрить и назначить на декабрь 2005 года клинические исследования третьей стадии — исследования на людях, целью которых является определить, полезен ли подъязычный спрей для борьбы с хроническими болями людей, страдающих раковыми заболеваниями. Исследования начались лишь в 2007 году и продолжаются по настоящее время. Многочисленные исследования, проводимые с марихуаной и ее настойкой, показали, что она пригодна в качестве болеутоляющего средства. Итак, мы поговорили о подъязычном приеме, о курении, об использовании вайпорайзера. Также существует синтетический Дельта-9 ТГК, принимаемый перорально, как и съедобные продукты из марихуаны. Основная проблема с этими продуктами заключается в том, что трудно быть уверенным в дозировке. Будет ли она лечебная, даст вам чувство эйфории или даже дисфории. Нужен проверенный источник для того, чтобы вы были уверены, что то количество, что вы кушаете, будет иметь именно терапевтическое действие, а не заставит испытывать дисфорию в качестве побочного эффекта. Карандера, целители из Южной Мексики и Центральной Америки, используют мазь из марихуаны в лечебной практике в течение как минимум 200 лет. Эта мазь в особенности действенно при нанесении на кожу в местах, где располагаются суставы пальцев рук и ног, при лечении болей, связанных с артритом. А все потому, что марихуана — это одновременно как анальгетик, болеутоляющее, так и противовоспалительное средство. Это нам известно не только из народной медицины, но и из результатов тысяч исследований, проведенных по всему миру, в основном на животных и в меньшей степени на тканевой культуре. Международное общество по исследованию каннабиноидов, которому уже около 20 лет, проводит ежегодные трехдневные конференции, на которых исследователи со всего мира общаются на тему полученных ими результатов научных изысканий. Назначая лекарства или выписывая рецепт, врачи должны предварительно взвесить соотношение терапевтических свойств и побочных эффектов. Если говорить о болеутоляющих, то для многих людей опиаты очень эффективное средство, но для других они неудобны, так как мешают сконцентрироваться, водить машину. Этим людям трудно играть с детьми и внуками. Опиаты вызывают запор. Тогда как принимая марихуану, люди точно не страдают от запоров. Она не затуманивает сознание и приносит нужное облегчение боли, позволяя заниматься обычными делами, садиться за руль. И что немаловажно, они могут отдыхать и играть со своими детьми и внуками. Я не говорю, что марихуана может полностью заменить опиаты. В некоторых случаях это так, в других она может применяться вместе с опиатами. Причем доза последних может быть снижена, тем самым снижая и побочные эффекты от них. Каждое из известных нам лекарственных средств обладает побочными эффектами. Марихуана не исключение. Основной побочный эффект от марихуаны появляется при курении, и это кашель. Его можно полностью избежать, если марихуану принимать в виде еды или питья. Или практически полностью избежать, если использовать вейпорайзер. Часто говорят о таком явлении, как паническая реакция. Она возможна, но чаще всего имеет место у тех, кто только начал использовать марихуану. В основном, если они столкнулись с растением с высоким содержанием ТГК. Еще иногда бывает такое, что люди испытывают паранойю, которая заключается в том, что за ними охотятся полиции. Я заметил, что это становится редкостью, когда марихуана легализована, потому что исчезает страх перед преследованием полицией. Так что это может быть уже не паранойя, но гипертрофированное восприятие реальности. В результате пропаганды и дезинформации, распространяемой касательно марихуаны, факты о ее лечебных свойствах малоизвестны, и это препятствует проведению исследований. В этой и многих других странах препятствия колоссальные, тогда как другие, такие как Англия, Израиль, Испания, Германия, намного опережают нас в количестве проводимых исследований по медицинским свойствам марихуаны. Этот факт в особенности вызывает тревогу в современной экономической ситуации, когда мы могли бы получить ощутимую финансовую выгоду, будь у нас на рынке медицинская марихуана, поновно тому, как она сейчас есть в Канаде и, возможно, скоро будет в Англии и Испании. Джефферсон сказал, что эта страна окажется в затруднительном положении, если законы будут решать, что нам дозволительно принимать внутрь организма. Разве мы не способны сами контролировать свои тела? Если люди позволят государству решать, что им кушать и какие лекарства принимать, то тела их вскоре будут в таком же печальном состоянии, что и души живущих под гнетом тирании. Томас Джефферсон Извлекайте максимальную пользу из семени индийской конопли и сейте его повсеместно. Джордж Вашингтон Марихуана — это лекарство, вырастить которое пациенты могут самостоятельно. Для больных раком, которые сталкиваются с мыслями о конце жизни, возможность заняться выращиванием растений, работать в саду, сделать собственное лекарство, все это придает им силы и сказывается на них положительным образом. Марихуана вне закона, и правительство не спонсирует такого рода исследования. Учитывая, что большое количество людей все-таки используют медицинскую марихуану, стыдно, что подобные исследования остаются без финансирования. На мой взгляд, у медицинской марихуаны в этой стране светлое будущее. Я вырос среди лекарств. Для меня лекарства — это благо. Почти каждый день в своей жизни до 18 лет я входил в здание, на котором висела четырехметровая вывеска «Лекарства». Мой отец был фармацевтом, и мы продавали лекарства. Насколько мне известно, лекарства помогают людям. Не думаю, что лекарства как люди. Они сидят на своей полке, пока вы их кому-либо не выпишите. У марихуаны есть полезные свойства. У нее есть побочные эффекты. Использовать ее нужно, если на то есть необходимость. Светлой памяти Сьюзен Ли Ханны. Озвучено на студии Рамбл. Озвучено на студии Рамбл.